здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами о библиотечном деле библиотеки по-прежнему существуют но многие довольно скептически к этому относятся считают что молодежь сегодня читает мало а если и что-то необходимо найти и если нет денег для того чтобы приобрести эту книгу то можно попытаться найти ее электронную версию в интернете и даже воспользоваться ой ой пиратским способом в общем проблем с книгами тех проблем которые были например советском союзе когда на книгу для того чтобы получить книгу люди сдавали макулатуру в общем целая была система то есть проблем с книгами сегодня нет а библиотеки существуют об этом мы поговорим сегодня с руководителем структурного подразделения центральной библиотеки имени сергей есенина алой леонидовны карпенко здравствуйте аллеонид но первый вопрос тем скептикам что вы ответите что в библиотеке это вы знаете наверное этот вопрос для тех или точно ли в библиотекаре нет да потому что в нашем представлении книга живая живет и будет жить почему ну потому что это такая такое чудо которое создал человек который не может и жить себя понимаете интернет это прекрасно но книга книга это живой организм и когда человек это понимает он уже с ней не расстается и поэтому читают кто читал то читает и будет читать кто не читал не сюда да те не читают их трудно привлечь самое главное чтобы это понимали сейчас вот среднее поколение у которых растут ребятишки кстати говоря детей очень много в библиотеках вот у нас 15 библиотек в округе и вы спросите как в каждой библиотеке у нас детей тысячами записаны в течение года до вот и активное чтение то есть много ребят и это идет от родителей прежде всего моем представлении эти люди если не читают запоем книги то они всегда в руках держит газету журнал вот и детям говорят о том что такое книги то есть хороший пример заразителен да если бесспорно вот ну и потом опять же возвращаясь к теме книг если мы зайдем любой книжный магазин и если человек вот увидит и захочет что-то купить он должен 33 раза подумать потому что стоимость книг сегодня конечно же она иногда за гранью то есть более-менее книга ну я не знаю как назвать книгу трудно оценить хорошая лана или плохая но для каждого да условно говоря 500 рублей такой средний ценник от 500 рублей и выше то есть уже книга сделана я даже не говорю о содержании я говорю о при полиграфическом на ее если она состоянии если она сделана качественно это уже 1000 рублей и поехали дальше то есть не каждый а человек который любит читать да и хотел бы приобрести какую-то книгу просто саде это сделать поэтому конечно же он идет библиотеку и тут же возникает вопрос по поводу фонда библиотеки да какой он насколько там много книг скажем из прошлого если книги которые устаревают эти книги куда-то потом ну утилизируются и как так происходит поступление новых книг как быстро это происходит на фондах а фондах ну что вам сказать о фондах но наверное прежде всего надо сказать что библиотека это не только место где человек может получить книгу библиотека это же еще и хранилище и вот проработав этой библиотеке 40 лет я придерживалась только одной позиции сахар писать книгу просто так нельзя как это книга эта история ведь вот возьмите писать это вот на астахов распутин ну и сейчас вы сможете прочитав книгу представить какая была деревня какие были люди в деревне печата кусту и спорно в каждой книге но вот уже например мы вспоминаем с вами до переход от советского союза российского но и даже простой такой пример книги леонида лича брежнева понтика я восьмидесятые годы которые лишь на миллионными тиражами а потом их просто выбрасывали мне даже кажется что их и не списываю из этих фондов а их нельзя не списывать дело в том что каждая книга имеет свой инвентарный номер и если вы не составили акт не списали у вас не будет обязательно обязательно экземплярность если очень большая а книга мало востребована вот тогда иногда мы поднимаем руку и списываем ее потом если она была в обиходе много-много раз она рвется смотря на то что устаревает конечно по внешнему виду есть литература которая устаревает по содержанию но все равно вот в есенинке мы стараемся сохранить один экземпляр как малом как в российской у нас и брежнев есть да у нас и ленин есть то есть мало ли все равно может понадобиться и понадобится и потом ведь понимаете мы всегда можем встретив ребят ну среднего старшего возраста показать им эту литературу и сказать чем жил то какова была жизнь родители не обязательно родители бабушки да что не читали но на сегодняшний день есть какая-то цифра фонда да конечно вот в есенинке у нас на сегодняшний день 200 тысяч экземпляров книг это такая такой показатель хороший но это конечно с учетом той литературы который у нас стоит в депозитарии она сейчас мало депозитаре это мало востребована мало востребованной литературы вот а какие хорошо вот еще один вопрос который мы не осветили я его адресовал поступление новых книг вот выходит новая книга поступает в магазин когда она поступает в библиотеку ну ну прежде всего конечно дело в том что у нас обязательно заложена какая-то сумма на приобретение литературы есть коллекторы есть нежные магазины с которыми библиотеки вплотную работают так много сейчас литературы что у них просто не бывает той литературы которая есть библиотеки и наоборот библиотека могут не приобретет ту книгу которая стоит в магазине а этот список как-то составляют дело в том что у нас бывают такие картотеки до комплектования и туда вставляется карточка с автором и названием книги которую ну неоднократно спрашивали и вот ее тогда мы как правило приобретаем в магазине потому что в коллекторе она уже может быть прошла и и может быть уже отдали в другие библиотеки и и нет наличие понятно то что пользуются спросом да конечно хорошо теперь поговорим еще о том вот вы говорите хранилище а где же это все хранится это же это же все место раньше я помню в советские времена если у тебя есть на полке книги с определенными корешками то ты практически как хрусталь сейчас конечно это уже нет да сейчас к сожалению но вы знаете как много литературы мы приобрели за счет нерадивых читателей то они прощались с такой литературой которая ему в настоящее время уже не нужна потому что как вот несколько раз я слышала такие объяснения вы понимаете сейчас нужно голые стены причем они должны быть белоснежными это чистота души а я говорю а если в душе у вас там книга какая-то он ведь но это сейчас как бы не актуально никто это не вам приносили книги люди нам приносили и к счастью приносит и благодаря и даже иногда этим книгам у нас 7 лет назад я создала отдел редких истаний вот если вы сегодня будете в библиотеке вы будете да я вам покажу это эти книги у нас это уже порядка наверно 300 книг и есть издание 1892 года салтыкова щедритая да вот эти люди просто награды заливали да хорошо но рогаус и эфрон она стоит так что да есть очень достойный литература есть где хранить каковы условия хранения книг к сожалению вот это вопрос болезненный болезненный у нас подвальное помещение в которых находится эта литература но она как бы периодически кусочками ремонтируется в полностью пока нет возможности хотя первый этаж у нас отремонтирован в хорошем состоянии нашу библиотеку любят говорят нехороший добрый дух понятно а вот вот это что в подвалах хранится но периодически пробудете вы какие-то ну да мы спускаемся вот у нас бывает до санитарные дни которые мы посвящаем вот работе с фондами перетирает того чтобы и иногда перетираем иногда перетираем полки в зависимости от того какая задача при на перед нами стоит вот иногда и делаем отбор литературность писание которое застоялось и уже не представляет никакой ценности то здесь по-разному в зависимости от того какая задача но с фондами мы работаем а вот существует между библиотеками которые вот московской области работают как как какое-то сотрудник вот приходит к вам например интересный посетитель и спрашивает я вот хочу такую книгу а у нас этой книги нет но может быть какой то есть общий библиотечный квартал да раньше была такая форма и обслуживание мб а не библиотечный абонемент мы делали заявки в москву и нам предоставляли от делали отбор и мы забирать эти книги но это для нас было очень сложно и и поэтому в свое время мы создали мб а на в нашем районе беретском районе то есть между библиотеками да да которые у нас в люберцах у нас был единый каталог в котором читатель мог найти нужную ему книгу на обороте карточку он видел в какой библиотеке находится эта книга и был за это нам благодарен мы могли или позвонить сказать вам приедет читатель или он ехал сам за этой книгой позвонив что она есть в наличии вот таким образом практически какой-то в магазине немножечко изменилось но я думаю что у нас сейчас вот с марта месяца прошлого года пришел новый директор вот и евгения евгеньевна ерченко молодая активная вот я думаю к этому вопросу они вернутся потому что в этом есть необходимость библиотека не может приобрести всю литературу который есть если каждый будет комплектовать свой фонд в зависимости от требований его читателей но при этом будет возможность а это будет электронная схема какая-то вот и тогда будет конечно здорово я думаю это не за горами потому что сейчас мы уже вот третий год работаем с электронными читательскими билетами мы проводим через счетчик этот карте эти карточки и этот счетчик дает возможность узнать четкое очень честное будем так говорить количество и читателей и посещение хорошо а самая большая проблема для тех когда книгу не возвращает остается к сожалению дай ищем сейчас стало труднее потому что у многих стали сотовые телефоны вот и это немножко накладно а вообще обзвон делаем обязательно но вы знаете какие есть интересные читатели вот не так давно был мужчины и он попросил техническую литературу посмотреть и нашел книгу и не помню сейчас авторы но он говорит если вы знали как она мне нужна он сказал можно я ее украду но я вам честно говорю что я ее вот понимаете я ее возьму не верну я кого давайте так а я вам честно скажу что я теперь вам ее не да вот на этом мы вот а есть такие которые берут литературу и долго держит но продлевают ее и мы знаем что она в наличии что человек с ней работает ему мало и на две недели этой книги работе с этой книгой так и к сожалению есть есть люди которые умирают и вот и родственники почему-то не считают нужным вернуть эти книги бара за ки вернемся и во второй части я хочу адресовать на на главный вопрос помимо вот мы поговорили библиотеки согласитесь что очень интересно все-таки почему библиотека носит имя есенина это просто была дань моде или здесь есть что-то другое может быть не все знают историю об этом мы поговорим с алой леонидной карпенко руководителем структурного подразделения центральной библиотеки имени сергея есенина буквально через несколько минут напомню что эта программа открытый диалог и у нас гостях сегодня алла леонидовна карпенко руководитель структурного подразделения центральной библиотеки имени сергея есенина говорим о библиотечном деле почему же все таки имени есенина это была дань моде нет вы знаете прежде чем ответить вам на этот вопрос я все-таки хочу сказать что время это мгновение буквально шесть лет остается до столетия нашей библиотеки это такая значимая дата и мне хотелось бы чтобы жители нашего города знали и ждали эту дату вот открыт она была в 1927 году исполком ухтомского райсовета вынес такое решение появилась изба читальня фонды тогда были собирательного такого характера поэтому несли жители потому что средств особенных не было а читателей было очень много и почему мы знаем что у нас и фонды были у нас инвентарные книги которые отражают поступление литературы в эту библиотеку с февраля с первой книги серфимович и железный поток это был первый номер да и поэт потом началось в писании литературы и вот у нас есть эти инвентарные книги которые по которым очень видно что читали как читали и мы это первая книга сохранилась конечно 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 вот и это очень здорово и вот и вот к сорок первому году фонд нашей библиотеки был уже 45000 почему есенина когда я пришлась в эту библиотеку я услышала что у нас рядом с библиотекой буквально в ста метрах живет поэт чахачев петр который встречался с есениным и оказывается у него в гостях был есенин а раз он был очень хочу вы значит он шел как со станции мимо того места где сейчас наши библиотека вот по красной улице или полядинской они две параллельные старенькие такие улочки почему там были частные дома он шел летом кругом цветы можете представить какая красота частные дома короткий участок и он упирался в двухэтажный домик первый этаж каменный второй деревянный и в этом домике жил петр чахачев и вы знаете вот благодаря того что у нас удивительные люди в нашем округе живут но я не знаю это какие-то творцы я уверяю вас вот каждого 2 спроси и он что-то умеет что-то знает и что-то хочет отдать людям я в этом уверена на сто процентов дело в том что вот у меня в руках вот такой вот альбомчик небольшой это выпустил дворягин андрей иванович в 14 лет ушел на фронт сын полка потом когда вернулся с войны художник хороший художник а самое главное великолепный художник благодаря этому человеку он ушел летом прошлого года и жизни удивительный человек он оставил на память нам старые люберцы иногда в масле иногда акварели иногда чертежи просто наброски какие-то но они все равно дают представление о том как это было что это было и вот этот домик в котором был есенин он конечно запечатлел вот в этом альбоме да и это здорово понимаете но вот самый самый альбом вот это вот у него такие знаете графические рисунки а дальше там вот и здесь он здесь живут есть старый парк нашли беретский эта фотография до посмотри да конечно давай я вам подарю макараска рассказывайте вот так потому что мало материалов очень мало люберцах но он у него вы знаете в памяти он нам так много всего интересного рассказывала и поэтому у нас какое-то сохранилось представление о том что было и это очень ценно и вот и так есенин перешел к чихачеву побыла у чихачева немножко чихачева петра потом он прошел по люберцам потом он наверняка там вот есть фотографии реки люберка широченная река мы даже не ожидали такая широкая на берегу ребятишки там купается церковь преображение на другом берегу и вот мы представляем и как андрей иванович говорит творягин он прошел через парк и он видел эту реку нашу люберку потом через зубаревку вернулся на станцию и сказал петру что он очень жалеет что он и раньше он все время горит я в константиново еду через люберцы я жалею что это раньше не бывал очень зеленый красивый городок удивительно красивый еще и по тем временам то ну там а также даче ну конечно там же площадь вот там есть рисунок площадь наша люберецкая и вы знаете как интересно там извозчики стояли рядами встречали фассажиров с электричек развозили людей по их дачным этим домиком рынок наш я рынок помню девчонкой совсем еще я ходила с мамой на этот рынок то есть вот с помощью этих исторических фактов пришло решение нет нет я стала собирать материал девчонки с коллегами вот и мы набрали богатейший материал и я уверена говорю о том что он богатейший потому что 10 лет назад я подружилась с международной организации радунице вот а там был такой председатель юсов это очень известный краевед есенинский вот и когда он к нам приехал он был поражен а прошло после этого времени 10 лет сейчас у нас вообще богатый материал и я держу поддерживать тесную связь к нам каждый год 21 декабря приезжает радура из радунице ребята которые из разных городов раньше сейчас вот то приедет вот в прошлый раз были из китая вот то приедут из франции то есть германия а раньше был был паломничество в эту организацию потому что да это я 10 лет ее знаю она существовала уже порядка 25 лет вот люди очень интересные пишущие и когда так люблю когда они к нам приезжают потому что у нас обмен мы рассказываем чем мы богаты и что мы проводили они приводят нам богатейший материал и газеты журнальные и книги за счет этого и у нас и пополняется фонд есенинский но и вот назвали библиотеку потому что есенин был в люберцах да а то принимал решение по поводу того что назвать библиотеку не есенина но мы обращались в администрацию они прислушались я им рассказала насколько это все вот важный реальный да и тогда назвали это в 1998 году а а вот в 2015 году благодаря нашей администрации они пошли тоже на встречу помогли установлена досками мы реально на здание нашей библиотеки и вот в этом году в прошедшем пять лет уже как она у нас установлена люди проходят и знают что здесь был есенин да ну как к сожалению да за ходом истории да люди иногда не успевать остановиться осмотреться люберцы богаты именами тех людей которые называли потому что все таки до москвы недалеко и по разным причинам кто-то здесь учился как гагарин например да вот есенин приезжал так что здесь очень много таких интересных для краеведов скажем до моментов и если люберчане которые живут здесь много-много лет не знают этого то это конечно печально и для этого наверное библиотека тоже существует для того чтобы немножко лучше узнать о том месте где ты живешь правда это правда дело в том что вот в течение 25 лет каждый месяц я провожу выставки которые посвящены есенина они носят разное название иногда его юбилея иногда юбилея библиотеки и юбилея города эти выставки собирают до 130 тысяч участников вот всегда предоставляют мне бесплатно помещение в кривическом музее и если раньше первые выставки я собирала 40 человек 45 50 в основном художники профессионалы художники прикладники и живопись и фотография разное направление то вот последние годы я собираю до 130 человек и причем если раньше профессионалы говорили но он не профессионал вы его берете это ребенок вы берете я куда они же у вас будут учиться теперь они говорят а мы учимся у них учимся добру и деться детском непосредственности этой а у нас дети сейчас тоже много 40 50 ребятишек принимают участие то есть выставки эти очень популярны и вот благодаря нашему депутату я издала вот эту книгу если мы разе издали есенинский родник да куда вошли стихи которые посвящены есенин у нас много очень поэтов на люберетской земле работа художников прикладников вот статьи какие-то очень интересные работы вот то есть вы помимо того что служите как говорят сейчас библиотеке еще смогли пополнить библиотеку к еще новой книгой новые книги не одной вы знаете да у нас вот кто ходил в родник у нас клуб родник восемь человек приняты в союз писателей россии благодаря вот этому роднику клубу нашему где проходит в литературные музыкальные странички то есть равны брали бы хорошо ну вот мы сейчас к сожалению же должны завершать я хотел бы у алла леонидовна карпенко спросить а леонидовна вот чтобы вы сказали сейчас тем людям которые в библиотеке не были очень давно причем как молодым понятно но взрослым который может быть и помогли бы пойти библиотеку как бы вы их позвали к себе в гости но я бы наверное сказала вот для женщин для девушек что книга это как подушка в которой мы вот вы плачете а это вот вы уткнулись нее и она вам помогла встать опять на рельсы вот понимаете иначе потому что книга живая конечно и общение с ней это просто удивительное чудо спасибо вам огромное алла леонидовна карпенко руководитель структурного подразделения центральной библиотеки имени сергей есенина сегодня может быть кто-то узнал о том что оказывается у нас тут есенин по улицам ходил доходил а теперь у вас есть возможность зайти библиотеку и почитать что нибудь и не только есенина спасибо вам огромное с вами николай пивненко в программе открытый диалог до свидания и и и и и и и и и Продолжение следует...